меня уже несколько раз просили сделать обзоры на спартака если бы нет я говорю о фитнес-тренере из youtube shorts в желтой майке и черных лосинах и да это очень редкий случай когда черные лосины на мужике не смотрятся по-гейски как будто не было я заходил на его канал включал разные видео смотрел их и уходил ни с чем потому что все что он рассказывал было достаточно толково а уж прям придираться не хотелось и вот я сидел вчера дома подбирал материал для рубрики фитнес-идиота с ютуба она еще ждет нас впереди и тут мне выдался видео спартака и там он нес просто дикую ахинею а а потом еще одно а потом еще одно и еще одно и у меня целых теперь пять видео шортсов очень и очень спорных по содержанию от спартака так что те кто просили на него разборы я вас услышал сегодня будем разбирать его видео поскольку в целом у него на канале много полезной информации это естественно я не стал его добавлять в рубрику фитнес-идиота с ютуба тут очень слабый ветер сейчас дует я решил отдельно сделать разбор именно спартака выделать 5 его видео давайте посмотрим они все в формате шортс потому что он любит этот формат он приносит ему известность я тоже люблю формат шортс на другом канале ну и шорсы собирают сотни тысяч просмотров я не знаю почему хотя догадываюсь но тем не менее это весело хотя я больше предпочитаю именно большой формат чтобы можно было рассказать пообщаться они вот эти вот 30 секундные мимолетные встречи хочется все-таки узнать вас поближе особенно в комментариях когда пишите так сегодня у нас фитнес-тренер спартак давайте смотреть почему некоторые худые сильнее огромных качков иногда смотришь какой-то местный алкаш на турниках творит всякую красоту огромный качок не может подтянуться даже 20 раз это очень странный вопрос вообще 20 раз это довольно хорошие результаты и он на самом деле находится далеко за пределами силы это уже скорее работа на выносливость и поэтому чем-то легче тем соответственно тебе будет легче их поднимать течение длительного времени я не вижу этом ничего странного в чем же дело неужели у качков слабые мышцы нет дело совсем не в этом хотя конечно огромные мышцы это не показатель силы мышцы объем мышцы напрямую связан с ее силой да сила связана с поперечным сечением с диаметром поперечного сечения мышцы нельзя иметь огромные мышцы и при этом быть слабым это физически невозможно то есть если вы даже возьмете какого-нибудь толстого человека а потом он просушится то у него мышцы будут больше чем у какого-нибудь худого дрища потому что вот эту всю огромную тушку допустим 100 килограммовую таскать на это тоже требуется работа мышц поэтому нет такого что у тебя есть огромные мышцы и они при этом слабые это это невозможно можно говорить об относительной да то есть какой-нибудь 60 килограммовый гимнаст может делать крест на кольцах а 100 килограммовый качок не может делать крест на кольцах то есть об относительной силе на килограмм веса можно говорить но о том что большие мышцы они слабы это в принципе невозможно мышцы из ниоткуда не берутся организм их строит потому что сталкивается с нагрузкой для которой они нужны даже базовая физиология особенно если они ненатуральные что что значит ненатуральные мышцы если он имел ввиду те которые там синтольчик себе прокололи чтобы у них визуально была мышца и там на самом деле это не мышца масло или что там синтоле то да тут он прав но если мы говорим про мышцы вот как мышцы то не существует такого понятия как ненатуральные что это вообще за бред нужно цена либо есть либо мышцы нет синтетические мышцы на виду как типа у роботов что это вообще за фраза в основном худые ребята сильнее только потому что они выносливее они сильнее только потому что они выносливее думаетесь в это это вообще не имеет смысла смотрите есть континуум есть континуум да вот здесь у нас будет сила на один повтор максимально один повтор взрывной это допустим вот олимпийский рывок штанги вот они идет максимальный вес ну другом конце у нас выносливость вырос марафоны забеги до 40 километров iron man не знаю и вот у вас есть континуум от одного повторения до практически там бесконечного повторения и чем дальше вы двигаетесь от 1 повторения тем больше вы уходите в сторону от силы к выносливости. То есть чистая сила это одно повторение с максимальной нагрузкой. Уже даже два повторения это не чистая сила, вы уходите в сторону выносливости. Три, четыре, пять, чем вы дальше? Двадцать повторений это уже достаточно вы сильно ушли в сторону выносливости. Соответственно, говорить, что они сильные, потому что они выносливые, это оксимирон. Не, оксимарон, конечно же. То есть, нет, это другой показатель, это выносливость. И да, худые ребята обычно более выносливые, чем ребята, которые увлекаются силовухой Тот же какой-нибудь Дмитрий Головинский, да, он не пробежит у вас марафон, вообще никак А пожать 300 килограммов на раз он может Говорить, что тот, кто пробегает марафон, поэтому сильнее, чем Дмитрий Головинский Нет, он выносливее, чем Дмитрий Головинский Да, конечно Но Дмитрий Головинский сильнее Мы еще вспомним Дмитрия Головинского сегодня в видео Редко какой накачанный мужик может подтянуться 30 раз Ну, кроме Спартака, конечно Во-первых, хотелось бы посмотреть, как Спартак подтягивается 30 раз Во-вторых, ну все очень образное заявление, редко какое Ну да, потому что, наверное, бодибилдеры, фитнесисты, они не специализируются на этом 30 потягиваний, уже даже не 20, уже даже не 20, уже 30 потягиваний Это очень хороший результат В хорошей технике, не кроссфит, 30 потягиваний это очень высокое количество, ребята Это, в принципе, редко какой мужик потянется 30 раз чистыми Это очень хорошо Это очень хорошо С такими-то баночками Для подтягивания, в первую очередь, играет роль сила спины, сила широчайших, а не баночек А вот худые, жилистые ребята подтягиваются на ура, но они же легче Что такое жилистые ребята? Если мы посмотрим анатомию, вот есть мышцы, есть сухожилия, я не знаю, еще что-нибудь, есть кости, да, там Жилы, где? Объясни, пожалуйста, что такое жилы? Что? Я не видел, я не видел, я открывал анатомический атлас, я не видел там жилы Ну вот, не видел я жилы Может мне кто-нибудь в комментариях можете написать, где жилы у ребят, которые жилистые, где у них жилы? А вот если дело касается больших весов, например, становая 200, жим 200, присед 200, тут уже дрыщам ничего не светит Очевидно, именно поэтому те, кто занимаются с тяжелыми весами, они сильнее Я не понимаю этот ролик Поэтому да, разгрузить фуру с цементом дрыщ может, а качок нет Что это за заявление? Почему качок не может разгрузить фуру с цементом? Он устанет? Я не знаю И продержаться несколько раундов качку тоже очень тяжело, потому что все эти мышцы требуют огромное количество кислорода Все зависит от того, как ты тренируешься Я уже в каком-то ролике приводил этот пример, сейчас еще раз приведу Посмотрите на спортсменов из американского футбола Вот этих огромных махин мышечных, которые при этом очень быстрые, очень выносливые Они там чуть ли не час бегают по полю за время игры И не устают, то есть продержаться нескольких раундов для них вообще не проблема Весь вопрос в том, что ты тренируешь, как ты тренируешь Так что говорить о том, что качки не продержатся, потому что у них большие мышцы Они не продержатся, потому что они не тренировались Вот поэтому они не продержатся Если бы они тренировались под это, затачивались под это Большие мышцы не были бы вообще никаким для них ограничением Еще раз посмотрите на американских футболистов Американский футбол Есть такой философ Карл Поппер Который сформулировал критерии научной теории Научная теория должна быть опровергаема Если ты не можешь опровергнуть теорию никаким образом Она не является научной В данном случае мы не просто можем опровергнуть его теорию О том, что качки не продержатся из-за своих больших мышц Но и даже на практике ее опровергаем Так что выбирай, либо дрыщ, либо накачанный, либо спорт Каким хочешь, таким и будешь Как ты тренируешься, таким и будешь Естественно, главное регулярные тренировки, питание, режим Заморачиваться по всему этому делу В зависимости от того, насколько сильно ты хочешь заморачиваться В зависимости от этого ты и будешь получать результат Вот и все Вот такой вот маленький, очень смешной шорт Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать Это просто набор билиберды Давайте посмотрим, что еще есть Как научиться делать выход на две Моя любимая тема Моя самая любимая тема Шаг первый Пытаемся подтянуться как можно выше Почему пытаемся? Почему просто не подтягиваться как можно выше? Шаг второй Пытаемся закинуть одну руку Нет, мы не пытаемся Я только недавно сделал видео, в котором объяснял, что закидывание одной руки Выход на одну руку не является подводящим для выхода на две руки Вообще никаким Это пустая трата времени, которую почему-то люди продолжают делать Видимо, потому что не думают головой Еще раз Для того, чтобы сделать выход, вам нужно максимально высоко подтянуться Провернуть кисти, закинуть локти И все И вы уже оказались наверху Если вы не можете достаточно высоко потянуться, чтобы закинуть обе руки А вы потягиваете так высоко, чтобы вы могли закинуть одну руку То закидывание второй вам ничем не поможет Вам нужно тренировать не момент закидывания одной руки, а второй Вам нужно тренировать высокие потяги Вернуться на предыдущий шаг и стараться потянуться как можно выше До груди, до живота стараться потянуться как можно выше Чем выше вы потягиваетесь, тем больше вероятность того, что вы сможете сделать выход силы Если вы понимаете, как надо проворачивать кисть Выход на одну руку никак вас не приближает Вообще А еще он очень травмоопасен Если вы посмотрите на биомеханику этого упражнения И того, что происходит с вашим плечевым суставом Вы поймете, что лучше вообще не делать выход на одну руку Шаг третий Пытаемся забросить обе руки Не имеется в чем пытаться забросить Просто берете и забрасываете обе руки Подягиваете высоко, прокручиваете кисть и забрасываете обе руки При этом используете мах ногами Киппинг, даже не мах, киппинг используете Я просто по привычке говорю мах Но на самом деле используете киппинг О котором он ничего не сказал, хотя сделал Смотрите видеоразбор на Виктора Блуда Где объясняется идея с вот этим киппингом Самое лучшее упражнение для того, чтобы сделать выход на две Не выход силы, а выход на две, конечно же Но оно очень помогает Пытаемся отжаться И наверх Это еще одна пустая трата времени То есть из нескольких упражнений, которые он показал Абсолютно бесполезный выход на одну руку И абсолютно бесполезные вот эти отжимания Когда вы уже закинули кисти, провернули, закинули локти Вам отжаться это то же самое, что вы можете на маленький турник Лечь на живот и отжать себя И увидите, что это невероятно легко Ни у кого не возникает сложности с выполнением фазы отжимания То, что куча фитнес-блогеров говорят о том, что ее нужно делать Потому что они видят, что вроде выход это потягивание, провороты и отжимания Говорит о том, что они никогда не пытались проанализировать это упражнение с точки зрения обучения Если бы они действительно разобрали его, они бы увидели, что тренировать отжимания от переклади здесь вообще не нужно А тем более так, как они его показывают Ну и шаг пятый, собираем все вместе Стоит мне сказать сразу, что я видел, что он не сделает выход Потому что у него там магнезия на турнике, которая значительно усложняет процесс проворачивания кисти И плюс он слишком вертикально себя подтянул Ему было бы очень тяжело сделать выход Если вы хотите сделать выход, то надо турник опускать перед собой, а не себя тянуть к турнику Это ужасно, это ужасный выход Это выход на две, причем в кривой технике И я не понимаю, зачем человек, который сам не может хорошо делать Берется за объяснение другим То есть я вижу 8-7 тысяч лайков У него, наверное, несколько сотен тысяч просмотров, если не миллион у этого ролика И люди смотрят и пытаются учиться по этой обучалке, хотя она чрезвычайно низкого качества С кучей лишней, ненужной информации Но зато у нее куча просмотров или думают, ну, наверное, поэтому она хорошая Нет! Не хорошая она Ужасная обучалка Фу! Спартак! Фу! Фу! Не трогай упражнения, которые ты не умеешь делать Чего вообще люди взяли в голову, что они могут учить кого-то делать упражнения, которые они сами ужасно делают? Я вот не уберусь учить Головинского делать джим лежа Потому что я не разбираюсь в этом Вот в подтягиваниях я разбираюсь Поэтому про подтягивания с Головинским на стриме легко я ему объясню, в чем его неправота Про жим лежа я понятия не имею, какие там есть нюансы Я не делаю видео про жим лежа Я не делаю видео про приседания, я не делаю видео про становую тягу Я делаю видео исключительно про турники и брусья, в которых я разбираюсь Которые я умею делать Я умею делать и подтягивания, и выход У меня даже мой мотивейшн в видосике про медленный выход силы добавил в мой ролик один из трех Как подтянуться хотя бы один раз? Все вокруг умеют подтягиваться, а ты не можешь подтянуться ни разу Ну на самом деле нет, я когда последний раз был в школе, что-то у нас там был открытый урок, стритворкаут, знакомили Подтягиваться в лучшем случае один, там пара человек из класса сможет Все умели подтягиваться году, это в 2011-2012, когда стритворкаут был на пике популярности Ребята каждую переменку вместо перекуров на турники бегали, там вот всем классом и все заряжались Вот тогда, наверное, почти каждый, очень много кто, конечно, не почти каждый, но очень много кто умел подтягиваться Сейчас подтягивание это реально редкое умение Давай это исправим, это канал SJBody, меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер Симперополя 41 год, мужику, прикиньте, смотрите, как он отлично выглядит А вспомните, как выглядит Дмитрий Головинский в свои 34 года Это ужасно, это просто ужасно Дмитрий Головинский, да, мы же его уже как бы вспомнили Хочу еще раз сказать Дмитрию, пользуясь случаем, обращаюсь Как только ты покажешь, что ты умеешь вести, вообще способен в состоянии вести научную дискуссию, научный стрим Давай его сделаем, где я прям на фактах разберу твою программу, если тебе не очень понравилось, как я сделал разбор или если есть какие-то вопросы Потому что, по сути, и твоя программа, и твое видео к этой программе, они не имеют под собой никакого основания Это просто догматичность на уровне христианских доктрин Здесь один подход, потому что я сказал один подход Здесь резины, потому что я сказал с резиной Это не объяснение И здесь даже придраться с точки зрения науки ни к чему нельзя Потому что ты не можешь научно обсуждать религиозные догматы Они есть и есть Вот если ты попробуешь объяснить, а я видел, что ты пытался это сделать в своем ответном ролике Где я автор, я так сказал Это не объяснение, это не научное объяснение Это на уровне сказок Тебе с таким же успехом можно идти и писать новую серию Гарри Поттера Где ты будешь автор, и поэтому ты сказал, что метлы летают, поэтому метлы летают А вот если ты говоришь, что на резину нужно делать в начале упражнения Потому что ты не размят, есть риск рамы Я хочу увидеть статистику С чего ты взял, что человек, который будет учиться потягиваться, не умеет потягиваться, будет рваться, если он будет делать без резины Где ты взял эту информацию? Я вот не видел ни одного человека, который порвался, когда просто попробовал потянуться Я вижу регулярно, вот здесь вокруг есть офисы, люди выходят на площадку У них ужасный уровень подготовки, ужасная техника И никто из них не рвется, представляешь? И я уверен, что из твоих знакомых вряд ли кто-то порвался А если мы возьмем большую статистику Если ты вдруг найдешь статистику, что потягивание выполнять без разогрева приводит к травме Тогда у тебя будет основание, хоть какое-то, для того, чтобы делать такие заявления Но потягивание это не жим 150 или 200 килограмм Перед ним не нужно так сильно разогреваться Можете еще период отжиманиями тоже поделать что-нибудь с резиной, чтобы разогреться, потому что можно порваться на отжиманиях Перед тем, как сесть на стул, ты делаешь пару подходов с резиной, чтобы мышцы разогреть, чтобы не порваться, когда садишься Но это не делаешь Потягивание, отжимание, приседание это базовое упражнение, которое должно быть в состоянии сделать любой здоровый человек Любой В любом состоянии Это не жим 150 килограмм, 200-250 Это именно то, о чем я тебе и говорил Ты воспринимаешь подтягивание как супер нагрузку, потому что ты транслируешь свои знания по одноповторному максимуму в жиме На совершенно другое упражнение, с совершенно другой нагрузкой И не понимаешь этого А когда ты что-то не понимаешь, ты конечно же злишься, злишься, ругаешься и конструктивный диалог у нас явно не получишь Так что как только ты покажешь, что ты можешь вести, научный стрим, конструктивный диалог, без пустого балабойства, без передергивания, без нецензурной лексики Давай стрим, давай стрим, да вообще без проблем Я могу на улице записать, могу в помещение записать, где хочешь Мне все равно, где разбирать тебя и твою программу, потому что она реально Ни рыба, ни мясо Помогает она кому-то? Конечно помогает На уровне 1-12, там почти что угодно Делай регулярно И ты будешь увеличивать количество подтягиваний А те, кто говорят, что недавно тренируются, не могут увеличить подтягивания С 1 до 12 в районе, они просто не тренируются регулярно А то, что они захаживают на турнички, 1-2 раза в неделю что-то там попотягивались бессистемно Это, конечно, не дает результата Я еще твою программу в 12-24 разберу Сейчас вот восстановлю немножко форму Посмотрим, что у тебя там есть Так что, если кто из фанатов Головинского смотрит, ребят, напишите ему Я готов на стрим, как только он докажет, что он умеет общаться Потому что пока что у меня нет никакого желания тратить на необразованное хамло сколько-нибудь своего времени Вернемся к Спартаку И сейчас я покажу тебе, что нужно делать Первое, это австралийские подтягивания Австралийские подтягивания делают слишком высоко Нужно, чтобы перекладина была на уровне груди Иначе у тебя в большей степени включаются плечи, а не широчайшие мышцы И ты не то, чтобы сильно помогаешь себе научиться делать подтягивания Если так легко Вот, во втором варианте он уже Этот ряд сложнее, действительно, потому что у него меньше угол наклона Но вы видите, куда он опускает перекладину? Потому что именно туда он ее и должен опускать Для того, чтобы это была тренировка австралийских подтягиваний Которые будут помогать для выполнения обычных подтягиваний А не тренировка задней дельты Кстати, те, кто спрашивали про лучшее упражнение для задней дельты Запоминайте вот эту штуку Сейчас на улице дикий ветер Но я очень надеюсь, что по звуку будет нормально Потому что благодаря поддержке спонсоров на сайте Boosty У нас уже 35 спонсоров И мы собираем каждый месяц по 10 тысяч рублей У меня появилась возможность купить петличный микрофон И писать звук на петличку За счет чего, даже несмотря на то, что на улице ветер На улице дождь, ужасная погода Звук должен быть хороший Так что, если вам нравятся разборы Если вы хотите, чтобы разборы выходили чаще Если хотите, чтобы их снимали лучше То присоединяйтесь к команде спонсоров Оформив подписку от 100 рублей в месяц Вы будете вносить свой небольшой вклад в развитие канала И помогать ему развиваться и становиться лучше А это значит, что мы будем делать больше интересного, полезного материала И развенчивать больше мракобесия Второе, это негативное подтягивание Залезь максимально высоко Подпрыгнул и плавненько вниз Подтягивания нижним хватом являются Самым неестественным видом подтягиваний Которые только есть из трех базовых хватов Вот если у вас есть подтягивание хватом сверху Потягивание нейтральным хватом Самый естественный хват для ваших плечевых суставов Который только может быть И подтягивание нижним То на первом месте самый естественный Как я уже сказал, нейтральный хват И вам нужно, если вы только учитесь подтягиваться Если вы не хотите травмироваться Находить рукоход и подтягиваться на нем нейтральным хватом Если рукохода вообще нигде нет поблизости, вы можете на одной перекладине также с одной стороны, с другой нейтральным Если не хотите, то верхним Но нижним хватом новичкам это довольно травмоопасно Второй момент, в принципе, негативные подтягивания это не то чтобы классный момент Потому что он хорош, когда у вас уже уровень близок к полноценному подтягиванию Когда вы можете действительно зависнуть и медленно опустить То есть даже первым этапом вы можете подпрыгивать и зависать наверху Держаться просто вот, чтобы руки были согнуты, подбородок над трудиком и висеть Потому что пока вы не будете нормально себя удерживать, то ни о каких негативных даже речи не идет Вы просто будете вниз себя резко скидывать и наоборот повышать травмоопасность Так что не надо так делать Еще раз залез, подпрыгнул и плавненько вниз Третье, это подтягивание со жгутом Надеваешь жгут и пошли Так как он сделал жгут, мне кажется, жгут ему вообще не помогает В жгут надо вставать двумя ногами, чтобы за счет того, что резина тянет вас наверх У вас таз не перекашивался от давления Первый момент Второй, не надо скрещивать ноги Об этом я также уже неоднократно говорил в роликах Потому что если вы скрещите ноги, вы даете одной ногой на другую И опять же вызываете перекос таза, если вы будете постоянно так делать Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год А если у вас это вошло в плювочку, вы всегда так будете делать Вот, так что в фитнес-клубе с такими турниками, конечно, они не приспособлены для использования жгута Хотя он мог на квадратную балку повесить, например И все, и было бы нормально Я не знаю, почему он так не сделал В целом, резиновые петли, да, это отличный способ для тренировки потягивания Потому что вы можете начать с сильной резиновой петли Поставить в нее ноги, научиться потягиваться там раз 10 Перейти на более слабую И за счет того, что биомеханика движения сохраняется полностью Единственное, что делает петля, это немножко снижает с вас нагрузку Забирает вес, который вам нужно тягать Вы можете постепенно привести себя к полному потягиванию У меня вот на канале есть отдельный видеоролик на эту тему Ну а дальше все просто Только не надо, если вы новичок, подтягиваться таким широким хватом Потому что у вас есть очень высокий риск получения травмы плечевого сустава За счет того, что недостаточно сил в мышцах, которые стабилизируют плечо Вращательная манжета плеча И за счет того, что очень большой хват на движении вниз вы можете травмироваться Подтягивать на хватом на ширине плюс-минус ширина плеч, которые удобны, да, лучше нейтральным хватом И это самый, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы научиться подтягиваться В остальном, ну, нормальное видео, советы не без греха Но в целом хороший, хороший такой шорт для новичков, наверное, кратенький Что делать, если ты эктоморф В видеоролике с обзором на Майка Барейко в первом обзоре я подробно объяснил, что эктоморфов не существует Я рассказал, кто, как и когда придумал термин эктоморф и что он в него заложил А также объяснил, почему это абсолютно не научный термин И на самом деле никаких эктоморфов не существует в природе В принципе, поэтому посмотрите видео, если вы еще думаете, что вы эктоморф, а не просто Они просто не умеете тренироваться и не следите за своим питанием Чертов дрыщ Что делать, если ты жрешь как не в себя, а набрать массу не получается В этом случае стоит подать заявку в Нобелевский комитет Потому что ты только что нарушил закон сохранения энергии, который существует в этой вселенной Если ты создал профицит калорий, а это единственное условие, когда ты жрешь как не в себя Потому что очень многим кажется, что они очень много едят А когда они начинают вести дневник питания, выясняется, что они живут как воробушек Вот если бы это воробушек столько кушал, то он бы ел как не в себя А для взрослого человека это какая-то ерунда Поэтому если вам кто-то говорит, что он ест за семью и не может набрать массу Вы первым делом спросите Ёшкин-матрёшкин, ну тут и погодка, видите, да? Всё ради вас, всё ради вас снимаю Рискую оборудованием, собственной жизнью Я не знаю, если дерево тут прилетит Так что если кто-то вам говорит, что ест как не в себя, но не можешь набрать Вы первым делом спросите его Бывок питания ведёшь? Сколько ты калорий потребляешь каждый день в среднем в течение недели? И поскольку он скажет вам, что нет, не веду То вы можете просто посмеяться над его неуспехами Все эти пустые слова о том, что я много ем, но я не знаю даже сколько Это ерунда Ты ешь тортики и булочки, мороженое и пирожные, сладости и фрукты И тебе так грустно Серьёзно? То есть вот как бы Вот американцы, которые питаются в среднем ужасно У них, они вторые, они первые или вторые с Мексикой делят По количеству людей, страдающих ужирения Вот они едят тортики, они едят сладости, они едят пирожные И они выбирают вес, потому что всё это жутко калорийная пища Ты не можешь есть жутко калорийную пищу, быть на профиците калорий и не набирать вес Я имею ввиду вес, не мышечную массу, ты будешь набирать жировую массу, но ты будешь её набирать Не набирать её невозможно За исключением каких-то супер редких случаев в виде генетических заболеваний Я не знаю Но это отдельная тема Для обычного человека, если он питается противотокалорий, он будет набирать вес Будет, будет, будет Мы, люди склонны к набору веса Склонны на... Люди с костью, у которых кость толстая, она склонна к набору веса Что такое склонны к набору веса? Любители поесть Да? Вот то, что есть люди, которые любят поесть, им это нравится, они любят много поесть И из тех, кто вообще не любят есть, считают, что это, допустим, пустая трата времени, постараются как можно быстрее с этим закончить Ведут супер-мега активный образ жизни И обратно Вот это действительно есть такое разделение Вот такое разделение есть Склонны к набору веса Что это? У них рецепторы по-другому работают Может, метаболизм? Сейчас я услышу, что у них медленный Тебя ненавидим Но если тебе нужен совет от Спартака и канала SJBody Что же делать, если ты эктоморф? Радуйся О чем этот ролик? Хорошо, что здесь не было про метаболизм В целом, если ты эктоморф, радуйся, но... В целом, радуйся Каждый день, когда ты просыпаешься И видишь над головой небо, а под ногами асфальт, ты радуешься Вот и вся простая философия Я не знаю смысл этого ролика Что делать, если ты эктоморф? Раньше... Что делать, если у тебя штатив улетает постоянно, да? И рискует разбить твою единственную камеру Вот это вот я не знаю, что делать Мне не попадались раньше такие ролики Спартака Поэтому я думал, что у него такой образовательный и научно-популярный канал А на самом деле это дико угарно Кстати, блин, че... Мужик очень забавный И подача его забавная Хотя он и пытается копировать Нойля, да? Супер-мега-популярного сейчас в Америке ютубера Он даже музыку берет у Нойля для своих видео Я думал, мы не знаем, но все знаем Мы всех видим Так что не пытайся это скрывать Вот, но... Харизматично, да, подача мне нравится Не пытается строить из себя Супер-мега-гуру, как какой-нибудь там Дмитрий Головинский, да? Блин, приятно Приятно смотреть приятного человека Когда нужно начинать продвигать себя И опять комментарий от моего подписчика Спартак, ну понятно, что ты уже давно занимаешься спортом Ты специалист в этой области И поэтому тебе легко снимать экспертный контент Одна из вещей, которую я очень не люблю В социальных сетях, на ютубе, инстаграме Это вот экспертный контент Потому что этих экспертов развелось как собак нерезанных И у каждого свое мнение Еще они противоположны Я выступаю за научный контент, научный подход Научное обоснование для всего, что человек говорит Никаких там оголтелых заявлений Или ссылки на то, что я автор, я так считаю Мой опыт, я натренировал там 100-500 чемпионов Не, 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 не Я хочу видеть основания Если ты что-то заявляешь У тебя должны быть основания для этого заявления Если их нет А я новичок Я сейчас начну заниматься турниками-брусьями И через год, когда подкачаюсь Помните всех этих последователей Игра White Tank и Road to the Dream Которые на пике популярности этого движения Начали открывать сотни тысячи каналов И снимать свой путь к мечте Где они сейчас? Я знаю только одного парня, который смог Это Арчо Моррис Ну еще есть там Владимир Шмоденко Шмоденко, как его там Который тоже был в Тусе Вместе с Игорем Войтенко Он прям тоже поднялся с низов Ну контент у него, конечно, ужасный Но вот, наверное, два имени я знаю, кто поднялся, да? Я прям чувствую себя Кейси Найстатом Когда у него вечно фотик улетал Вот тогда и начну А кто тебе сказал, что через год ты станешь специалистом? А я тебе скажу, через год ты не станешь специалистом Через год ты даже маленькой толики того, что нужно знать, чтобы делиться Начать с другими людьми своими опытом и знаниями У тебя не будет Ты не освоишь это за год Я в фитнесе 10 лет У меня 4 корочки мастера спорта И я по-прежнему не знаю Люди, обладающие умением к самокритике, они прекрасны Это не всем удано, Дмитрий Не всем удано Те, у кого есть такой навык Те, у кого есть это умение Те, кто так умеет делать Единственное, что ты получишь через год Это просранный год А можешь получить миллион подписчиков в ТикТоке Ну что, ты еще школьный год пройдешь Например, если это 6 класс То у тебя физика появится И ты откроешь самую крутую в мире науку И сможешь познавать мир Забьешь на весь этот Ютуб Шмютуб тренировки, шмюнировки И начнешь изучать, как устроена вселенная Вот это будет круто Или даже Ютубе Зачем мне подписчики в Ютуб, если их сейчас нельзя монетизировать? Ну уж поверь мне Миллион подписчиков монетизировать намного проще Чем монетизировать многих Миллион подписчиков сейчас тоже можно монетизировать Вообще, если кто-то думает, что Ютуберы зарабатывают с рекламы, которую Ютуб показывает Вы очень серьезно заблуждаетесь В отличие от стран с развитой экономикой В России за показы платили копейки Просто реальные копейки В десятки раз меньше, чем в тех же штатах Поэтому большинство Ютуберов зарабатывает Те, кто зарабатывает Вообще, все, кто зарабатывает Они зарабатывают на рекламных контрактах Спонсорских контрактах И там неважно Есть монетизация Ютуба Нет монетизации Компании сейчас есть Они хотят покупать у вас рекламу Так что если у тебя миллион подписчиков Ты можешь неплохо зарабатывать С другой стороны, зачем я тебя сейчас уговариваю? Ничего не делай Подожди годик Два Можешь даже 10 лет подождать Ты же живешь вечно А успеешь еще стать популярным Потом А пока пусть твои друзья становятся Да никто не станет популярным, ребятки Вся эта история Про то, что ты начнешь сейчас снимать контент И бац, он выстрелит И ты станешь популярным Это полнейший Бред сивы кобылы Я вам честно скажу Как человек, у которого 120 тысяч подписчиков на канале И видосы в среднем собирает 10-20 тысяч просмотров И требует огромного количества усилий Хотя даже близко не такого Какие усилия прилагал, например, Игорь Вайтенко Когда его канал становился И он снимал каждый день ролики, выпускал Они были разнообразными Они не просто вот эти вот разборы на других людей Я понимаю, сколько сил надо вложить Для того, чтобы канал развился Уповать на то, что ты начнешь снимать И бац, мой канал выстрелит Это не стратегия Миллионы людей начинают снимать видео на ютубе Их никто вообще не смотрит На втором канале у меня есть шорты Они по непонятной причине собирают сотни тысяч просмотров Я смотрю других ребят, которых мне выдается в рекомендациях У которых лучше формы, они больше всего умеют Лучше говорят, они там заморачиваются по съемкам, по музыке А это просто поставил камеру, что-то там по делу У меня сотни тысяч просмотров А у них пятьсот просмотров И все Алгоритмы ютуба работают так, как никто не знает, как они работают И они могут никогда и не выстрелить А настойчивость снимать изо дня в день Из недели в неделю, из месяца в месяц Даже несколько лет подряд снимать, снимать, снимать Не получать никакой отдачи Это очень тяжело Особенно если ты ожидаешь, что ты сейчас начнешь снимать И через год ты уже станешь королем ютуба Не произойдет этого Не произойдет Зато ты засрешь информационное пространство Своей бесполезной ерундой И людям будет сложнее найти качественный контент Поэтому я очень не люблю тех, кто начинает снимать что-то ради чего-то Тех, кто снимает исключительно ради того, чтобы прославить себя Или чтобы заработать деньги Их я вообще презираю Потому что я начинал снимать еще в те времена Когда люди снимали, когда им было чем поделиться Когда они хотели помочь другим людям стать лучше Стритворкаут Каждый учит каждого Мы вот в те времена начинали Не открыть ютуб-канал, создать, чтобы баблосики с видосиков Как накачаться за 5 минут Спина, дожжение и прочую ерунду Нет Когда люди снимали обучалки Максимум выкладывали сил и времени И чтобы это было максимально полезно И всем помогло Я из тех времен, ребятки Вас тогда еще, может быть, некоторых даже на свете не было И в планах вас не было И вообще вас не было Родители ваши тоже были еще молоды Сколько это было? Давно это было Так что Такие дела, ребят В общем Смешное видео Что я могу сказать про канал Спартак? Ну, есть много действительно стоящих видео на канале Действительно полезных роликов В которых дается полезная информация Но вот эти 5 мне буквально подряд выдались И я не мог не записать видео с их комментированием Потому что, ну, вы сами понимаете Они очень забавны Очень противоречимы, очень забавны Я не знаю, там видно, что, короче, начинается небольшой весенний апокалипсис Но что самое главное Что самое главное Это то, что ветер Он очень сильный Но он очень теплый Прям, блин Это реально очень круто Такой теплый, знаете, теплый летний ветер Хотя сегодня 3 октября Я поэтому и пошел снимать Несмотря на дождь Несмотря на ужасные погодные условия Потому что я понял, что, ребятки Вам надо снять это видео Вам надо Тем более, многие давно просили про Спартака Снять видос Тем более, я оделся Подобающим образом В зимнюю толстовочку Стритворкаут С защитой капюшона Двойной Которая заодно защищает мне Петличку И за счет того, что эта толстовочка Очень длинная Поясничка у меня тоже закрыта Хотя, как я уже сказал Ветер Теплый и приятный В общем В общем Сняли видео Я единственное, что Надеюсь, что у меня Техника от дождя не пострадает Хотя, конечно Она и не такое выдерживала И мы, кстати, уже собираем Новый фотик Тоже денег Потому что это что-то глючит Но это не связанная вещь То, что он глючит И то, что я его В таких условиях эксплуатирую Я надеюсь В общем Спартак Прикольный мужик Прикольный канал Есть вещи Очень спорного характера Есть вещи Которые не соответствуют Действительности Но Глобально Вот До этого я роликов Наверное Пять или семь Или десять Посмотрел у него И там не было вообще вопросов То есть я открываю ролик Смотрю Нет вопросов Действительно По делу говорит Здесь вот просто так совпало Что не по делу Вот В целом Я бы рекомендовал Может Я бы не стал его сам смотреть Я смотрю Другие вещи Но если вы начинаете Если вам интересно Получить много Радной информации И с очень прикольной подачей То можно посмотреть По фануам На этом все С вами был Антон Канал Стритворкаут Если есть предложение По будущим разборам Пишите в комментариях Только пожалуйста Сразу скидывайте ссылку На конкретное видео Потому что если вы говорите Про какого-то конкретного человека А у него там сотни видосов Найти в них что-то спорное Что стоит разобрать Тяжело Поэтому скидывайте Я буду смотреть Конкретный ролик Если там есть О чем поговорить Я буду записывать разбор Касательно того О чем просили еще Иван Красавин Разбираю Юрий Фролов Тоже Разбираю Но это будет У-у-у-чень долго потому что для формирования базы доказательные мне потребуется очень много времени и помощь пара человек консультирующих меня в области физики вот поэтому этому это это очень на угол затянется вот но он есть он в разборе и в общем все будет короче вообще видно этот берез деревья вообще в общем она я пошел пока тут не ревануло конкретно спасибо за просмотры все комментарии я читаю ставлю лайки сообщаю о том что мне комментарий понравился на самые лучшие комментарии знали вот такой вот приятная маленькая середечка чтобы знать что вы меня согрели этой зимой весной очень неважно какой год не было меня всегда согревают ваши комментарии хочу приятно читать